В районной администрации прошло очередное планерное совещание. Первым вопросом повестки обсудили развитие малых форм хозяйствования. Сейчас в районе активно развивают животноводство и тепличные комплексы. Существенным подспорьем для фермеров становятся меры господдержки. В текущем году для реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий малым формам хозяйствования из краевого бюджета предусмотрены субвенции в сумме 6 692 800 рублей. Обсудили также детскую летнюю оздоровительную кампанию. На нее в этом году выделили более 10 миллионов рублей. Ребята ходили в походы и турслеты, экспедиции, экскурсии. В пришкольных лагерях отдохнуло более 3,5 тысяч детей. Лагеря с дневным пребыванием, организованным при школах, по-прежнему является наиболее эффективной, наиболее доступной массовой формой летнего отдыха. На их организацию в 2022 году было направлено свыше 8 миллионов рублей. Порядок предоставления выплат мобилизованным гражданам в Северском районе озвучил руководитель управления соцзащиты Роман Воронов. Деньги уже начали поступать на счета военнослужащих. Краевой военкомат предоставляет списки мобилизованных граждан со всеми данными, необходимыми для назначения Министерства труда и социального развития. После чего в течение двух дней Министерство труда и социального развития Красноярского края направляет данные списки в муниципалитеты. На сегодняшний день по Северскому району мы выплатили 219 человек. То есть списки к нам поступают, ну не всем массивам, естественно, то есть по мере отработки прямым военкоматом. Руководители администрации Азовского, Григорьевского, Михайловского и Калужского поселений отчитались об исполнении поручений главы района по итогам сходов граждан.